Сулейман, господин мой, свет солнца в очах моих. Мне больно видеть, как вы тоскуете. Прошу, не оставляй, Хатиджи. Я провела у нее весь день. Старалась ее утешить. Сейчас она спит. Гюльфе Мхатун тоже у нее. Так продолжаться не может. В Элидэ тяжело больна. Она не должна оставаться здесь одна. С ней должен быть тот, кто знает ее. Кто будет ухаживать за ней с любовью. Дайя Хатун, ты про нее. Кому еще мы можем доверять? Это придаст Валидэ сил. Дайя могла бы помогать Нигер в делах по гарем. Что скажешь, Сулейман? Позовем ее. Госпожа. Ну что, Гюль, ага, ты разузнал, куда делся Идрис, ага? Просто исчез, госпожа. Во дворце его нет. Никто его не видел. Взял и исчез человек. Будто сквозь землю провалился. Что-то тут не так, Гюляга. Будь как можно внимательней. Ибрагим во что-то играет. Может, он прикрывает кого-то? А как с Деехатун дела обстоят? Никогда не думала, что скажу это, но... Хвала небесам. Валидэ султан стала поправляться, слава Аллаху. Аминь, госпожа. Махидевран султан наверняка давно сообщили. Опять она с носом осталась. Жаль ее. Думает, смерть Валидэ поможет ей. Но она даже не думает, что такая женщина, которая не в состоянии контролировать сына, с гаремом не справится. Верно. Махидевран султан теперь будет управлять гаремом. А вдруг она опять нас выгонит? Мехримах. Моя златовласая, луналикая девочка. Пока жива твоя мама, никто на такое не осмелится. Это наш дворец. Если кто и покинет его, это точно будем не мы. Ты уже знаешь, Махидевран? Валидэ лучше, я знаю. Слава Аллаху, он услышал наши молитвы. Мне ли не знать? Целыми днями ты убивалась от горя. Даже из моей комнаты был слышен твой неутешный плач. Хюрем, не надейся, что тебе удастся внести разлад между нами. Я люблю Валидэ. А Валидэ меня. Ведь в то время, когда ты была рабыней, я была рядом с ней. Я подарила ей Шехзаде. Предпочитаешь в прошлом утешаться? Если ты забыла, я напомню тебе. Ты все еще рабыня. Ты свои мечты мне не приписывай, Хюрем. Хотя по традиции, я теперь должна гаремом управлять. Все равно повелителю решать. Поэтому успокойся, не бойся, не бойся. Я никого и ничего не боюсь. Сколько раз уже мне грозила смерть. Но что скрывать? Смотрю на тебя. И порой мне становится очень страшно. Потому что жажда мести в твоих глазах может заставить меня совершить непоправимое. госпожа. Не до тебя мне сейчас. Повелитель мне приказал. Как казначей Гарема, я должна уведомить вас, госпожа. О чем уведомить? Что такое? Наш государь повелел. Гаремом теперь вы будете управлять. Ты понимаешь, что ты говоришь? Это приказ, госпожа. Пока Валиде султан полностью не поправится, Гаремом будет Махидевран султан управлять. Что за ерунда? Это судьба Хирем. Она все расставила по местам. Аллах да будет к вам добр. От тебя точно добра не будет. Повелитель, Хирем султан, пожаловали. Зови. Повелитель. Добрый вечер, Хирем. Он совсем не добрый, Сулейман. Я переживаю из-за Валиде. И что я слышу? Махидевран Гаремом теперь будет управлять? Валиде неизвестно, когда сможет поправиться. До этого времени в Гареме нужно поддерживать порядок и покой. И Махидевран обеспечит этот порядок? Того обычаи требует. Что это за обычаи, Сулейман? Ты забыл, что она нам сделала? Эта женщина еще вчера молилась, чтобы ты умер. Сына объявила повелителем о себя Валиде-Султан. Она выгнала из дворца наших детей. И наказание за это не полагается. Ты еще награждаешь ее? Ты должна забыть, Хюрем. В прошлом больше копаться не стоит. Да и пустое это все. Мое решение касается Гарема и поддержания порядка. Оно ни на шах заде, ни на тебе не отразится. Нет, Сулейман, я с этим не смирюсь. Мне нет дела до того, что Махидевран будет управлять Гаремом. Я кланяться ей не буду. Если она, шах заде или мне что-нибудь сделает, я не стану молчать. Она жестоко поплатится за это. Нужно смириться с этим, Хюрем. Я не хочу никаких скандалов. Ты совершаешь ошибку, Сулейман, и Валиде совсем бы этого не хотела. Хватит, Хюрем! Валиде больна, а я должен от тебя такое выслушивать. Можешь идти. Как вам будет угодно, повелитель. Я очень огорчилась, когда узнала о нападении. Паша обещал заняться этим. Этих кровопиец обязательно поймают. Не думай об этом, Дайе. Все позади, госпожа. Валиде султан тяжело больна. Это меня теперь печалит. Валиде. Мама. Я здесь. Мы все здесь. Вы меня слышите? Слава Аллаху. Хвала небесам. Лекари полны надежд Валиде. Они сделают все, что нужно. Под хорошим присмотром вы скоро поправитесь. И Дайе Хатун здесь. Валиде султан. Я всегда буду рядом. Аллах добр. Вы сможете эту беду одолеть. Мустафа, иди сюда, Валиде. Очнулась. Валиде. Значит, вы нас слышите? Постоянно молились за вас. И братья мои тоже. Аллах к нам милосерден. Госпожа. Проходи, Махидевран. Валиде слышит нас. Правда? Выздоравливайте, Валиде. Да пошлет вам Аллах здоровья. Нигер? Лекарства для Валиде еще не готовы? Ими занимаются, госпожа. Я уничтожу тебя. Валиде. Умоляю, пощадите нас. Я пойду лекарствами займусь. Гюльфа. Валиде. Валиде, повелитель приказом назначил Махидевран султан, управляющий Гаремом. Если позволите, ваши обязанности пока будут ей переданы. Махидевран. Махидевран. Желаю тебе достойно справиться с этой почетной обязанностью. Я очень надеюсь, что ты оправдаешь высокое доверие повелителя. Не переживайте, госпожа. Да поможет вам Аллах, госпожа. Аминь. Ещё раз желаю вам здоровья. С вашего разрешения. Мустафа. Пустили лесу в курятник. Юре. Валиде, простите. Нервы шалят. Я могу представить, что ты чувствуешь, Юрен, но сохраняй спокойствие. Не допускай скандалов. И Валиде того же желает. Что сказать. Надеюсь, вам не нужно будет снова увозить из этого дворца меня и моих детей. Я хочу, чтобы вы все знали, Гаремом теперь я управляю. Пусть никто не сомневается, что будут приняты все необходимые меры для поддержания порядка и покоя. Если вы хотите жить в спокойствии и мире, вы должны будете следовать правилам. Тогда это место станет для вас раем. Если вы станете пренебрегатиями, будете поступать, как заблагорассудится, Гарем превратится для вас в ад. Учтите это. Все ясно с ним, Гюляга? Конечно, госпожа. Гюляга. Я все понял. Посмотрим, хорошо ли ты понял. Вы слышали, госпожу? Не болтайтесь без дела. Все за работу. За работу, за работу. За работу. Госпожа. Хюрем Султан. Эсма? Что случилось? Что с Джахангиром? Нет, госпожа. С Шахзадой все хорошо. А Мехримах где? Она заболела? Все в порядке, госпожа. Меня со службы сняли. И отправляют в лечебницу. Махидевран Султан так приказал. Не только я. Все свои места сменили. Дети уже спят? Да, госпожа. Не отходи от них ни на шаг. Немедленно принеси мне одежду. Хм. Нигер Калфа. Что здесь происходит? Немедленно объясни мне. Махидевран Султан отзывается о службе тех, чьей работой недовольна, а также тех, чей возраст тоже подошел. Их отправят в старый дворец и выдадут замуж. Никто никуда не поедет. Но госпожа... Еще одно слово. И я убью тебя. Вон с моих глаз. Госпожа, у меня приказ. А мне плевать. Махидевран не может решать судьбу людей, которые у меня в услужении. У нее нет на то права. Но есть и те, кто вам не служит, госпожа. В основном это Калфы в гареме. Я сказала, никто никуда не поедет, Нигер! Или я сожгу этот гарем! Гюлягу забрали, госпожа. Хотят из дворца выгнать. Но она у меня еще дождется. Хюрем-султан наверняка повелителю первым делом расскажет. Пусть рассказывает. Мы ведь обязаны все правила соблюдать. Убирайся прочь с дороги! Прошу вас, госпожа! Вон отсюда! Прошу вас! С дороги! Госпожа, пожалуйста! Я не собираюсь ждать! Что такое, Хюрем? Ты расстроена? А ты еще спрашиваешь, как ты смеешь решать судьбу рабынь, которые мне служат? Власть теперь у меня. Я имею право вынести любое решение относительно гарема. Я не стану спрашивать у тебя разрешения. Ты хочешь не гаремом править, а мной, так ведь? Одно время это пыталась сделать Валиде Султан, но у нее ничего не вышло. Почему? Потому что я не рабыня больше, а законная жена Султана Сулеймана! Никто, кроме повелителя, не смеет мне указывать! В гареме для всех одни правила. Ты не можешь их менять. Могу, Махидевран! Попробуй помешай мне! Попробуй! Что за шум? Вас слышно даже за дверью. Это правда, Махидевран? Да, это так. Я приказала запереть Гюлягу. Его вина установлена. Каких только проделок на нем нет. Он брал взятки, воровал, кого-то выгораживал, кому-то угрожал. Жалобам на него конца нет. А если это ты заставила на него нажаловаться? В чем ты меня обвиняешь? Есть свидетели, они все расскажут. Ну, а рабы ни в чем провинились. Почему их высылают? У многих возраст подошел. Им не место здесь. Поэтому нужно, как можно скорее, выдать их замуж. Ты не вправе это решать. Они служат мне. Когда захочу, тогда и вышлю. Госпожа, Эсму и Ту отправили в лечебницу. Она моя правая рука. Никому другому я не могу доверить детей. Хюрем права, Махидран. У тебя нет подобных полномочий. Так что все ее рабыни останутся. Это было сделано в целях экономии. Но раз Хюрем Султан хочет, чтобы они остались, что ж, они могут остаться. И Гюляга тоже. Но нет. Он вообще смерти заслуживает. Госпожа, это клевета. Она это делает, потому что он верен мне. Хюрем, иди сейчас к себе. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...